Да, смотрите, повторение. Значит, кто может вспомнить темы, которую мы изучали в прошлое и позапрошлый раз? Тема Адвента. Ну, мы вас не беспокоим. Иисус принес мир. То есть мы сейчас размышляем на тему, что принес Христос в этот мир. То есть в этот мир Христос принес мир. И вторая тема. Это в прошлый раз мы изучали позапрошлое воскресенье. Иисус Христос принес... Это мы сегодня будем говорить? Иисус Христос на Н. Н. Надежду. Да, так что... Уже следующий вопрос задавать, о чем были эти темы, я уже не буду. Вы поняли, да? Да, Иисус Христос принес мир, Иисус принес надежду. Сегодня с вами как раз поразмышляем на тему, тема радости. Иисус принес радость. Тема очень интересная, есть о чем подумать. Но перед тем, как мы его посмотрим, я бы хотел... Ну, знаете, все любят мультики, я часто об этом повторяю. Давайте посмотрим мультик на эту тему, да, небольшой. Детки, можете посмотреть, сейчас будет интересный мультик. Вот. Вы готовы посмотреть мультик, да? Про Иисуса Христа, который принес радость? Хотите посмотреть? В древнем мультикском иврите есть множество таких слов. Например, симхар, сосон или гил. В греческом новом языке встречаются слова аар, юфросуме или агалиасис. Каждый из этих слов обладает уникальным нюансом, но все они в своих основе используются для обозначения чувства радости и счастья. Что делают эти мультик, если слова особенно интересны, так это упоминание вещей, которые приносят нам счастье, а также понимание того, что радость является темой, которая сквозное линии проходит через мультик. Давайте начнем с того, что же дарует нам те эмоции. На самой первой странице Библии Бог отмечает, что мир создан прекрасно. И поэтому естественно, что люди испытывают радость от всего, что красиво и приятно, например, от растущего староската или богатого улучшального стона хаммон. Автор 103-го сама отмечает, что хорошее вино также является даром Бога, приносящим радость человеческим сердцам. Люди находят радость в создании семьи и в своих детях. Также существует еврейский павелок, сравнивающее удовольствие, которое приносит обоняние духи, с радостью, которая ударит вашему сердцу хороший друг. Однако человеческая история – это не только праздник радости. Библия показывает, что мы живем в мире, который испорчен нашей собственной библиистичностью. В нем существует смерть и утрамин. Но именно здесь библейская вера предлагает нам уникальное отношение к радости. Божьи живы, поэтому не просто потому, что у них удачно складываются обстоятельства, а потому, что имеют надежду на Божий любовь и его обетование. Когда израильтяне страдали от рабства в Египте, Бог возвысил Моисея, чтобы он вылил их на свободу. И первым, что они после этого сделали, была песня «Радость». Несмотря на нахождение в центре пустыни, будучи уязвимыми и понимая, что земля обетованная все еще далека, они все равно радились. Позднее английские авторы глядывались на эту историю и вспоминали, как Господь выбил народ своей радости, избранных своих в веселье. Эта радость посреди пустыни стала определяющей моментом, который показал, что радость Божьего рода зависит не от их борьбы, а от их будущей судьбы. Эта тема позднее не раз появляется в истории Израиля, когда этот народ оказывается подметом чужих земных империй. Пророк Исаия предвозвещает день, когда Бог призовет нового Спасителя, подобного мысля. Именно тогда, когда они возвратятся избавленные Господом и придут на сион с пением и радость вечная над головой их, они найдут радость и веселье, печаль, но только и удаляются. Ну а пока из-за печали пребывали в ожидании, они выбирали радоваться в надежде на свое будущее искупление. Именно поэтому очень важно, что когда родился Иисус из Мазарета, это событие было объявлено как «добрая лесть, несущая великую радость». Далее случается, что сам Иисус радовался и благодарил своего Отца, когда провозглашал прихот Божий в Отцарство. Он призывал своих последователей испытывать такую же радость даже среди жизненных пустым. «Блаженны вы, когда будут поносить вас, и всячески неправильно злословить для меня, радуйтесь и веселитесь, ибо верима вашего брата на небеса. После своей смерти и воскресения Иисус поверил своим последователям идти и провозглашать главную весть о том, что он является воскресшим царем мира. А после того, как они сделали это, первые христианские общины стали известны своей радостью даже во время гонения. Например, когда апостол Павел сидел в грязной межской тюрьме, он мог сказать, что выбирает радоваться, даже несмотря на то, что его хотят казнить. Он называл это радостью веры или радостью Господа. Он верил, что это было датом Божьего Духа и знаком того, что Иисус находится с ним рядом и вселяет надежду, невзирая на радость. А когда вы верите, что любовь Иисуса может победить саму смерть, радость обретает смысл даже в самых мрачных обстоятельствах. Это совсем не означает, что теперь вы игнорируете или выгоняете свое слово. Это было бы не умно, да и ненужно. Павел часто выражал свою печаль по поводу потери любимых или друзей, впрочем, как и по поводу своего заточения в темницу. Он называл это «Нас огорчают, а мы всегда радуемся». Он признавал свою волну, но также выбирал перед Иисусом в том, что эти потери не будут закончательны. Такой подход очень отличается от избитого совета не убивать и не вяжет в нос. Христианская радость – это фундаментальное решение верить и надеяться на силу жизни и любви самого Господа Иисуса. И именно в этом состоит смысл истины библейской радости. Друзья, я хотел бы вам предложить сейчас три библейских текста на тему радости. Знаете, я когда готовил эту тему, я вдруг осознал, насколько это интересная, глубокая тема. И вот этих три библейских текста, которые я сегодня предложу, они раскрывают значение радости в зависимости от того, как это написано. Смотрите, первое – радость – ожидание пришествия Иисуса Христа. Скажите, пожалуйста, у вас было когда-то такое ощущение, когда вы что-то очень долго ждете, и вы уже не можете дождаться, чтобы это получить? Было. Например, там ждали визу, ждали ребенка, ждали брак, ждали посылку. О, посылка, квартиру. Какие чувства вас наполняет, когда вы получаете ожидаемое? Надежда. Радость. Да, чувство радости. Я бы даже сказал радости, которая граничит с эйфорией. Такое, все, вот это, вот оно, вот я столько долго ждал. И вот интересно, что чем дольше вы ждете этого, тем глубина или острота этой радости, она тем более такая, знаете, вы чувствуете ее просто, ухо вас аж трясет от радости, понимаете? Вот точно нечто подобное произошло с приходом Иисуса Христа. Вот эта радость, которую мы сейчас прочитаем, это радость долгожданного мессии. Давайте вот, я Пашу попросил прочитать этот библейский текст. Паша, можешь прочитать, пожалуйста, да? В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу кустара твоего. Вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господне осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился во веке Дмитрия Спасителя, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете владельца пелена, лежащего в язве. И появилась в вам многочисленная воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава Божьему Богу и на земле мир, человека благотоваления. Когда ангелы отошли от них на небо, поступив, сказали друг другу, пойдем и прием, и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. Да, друзья, смотрите, вот спасибо большое, Пашу. Видите, вот интересный такой момент, говорит, ангел является, говорит, десятый стих, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость. Это не просто радость, а великая, просто, вот такая радость, Радость связана с чем? Радость для всех людей, всем людям. С чем у нас связана эта радость? С рождением спасителя. С рождением спасителя. Это не просто рождение, это младенца, хорошего человека, революционера, как нам тут любят сейчас говорить. Вот хороший он принцип нам предложил. Написано, рождение спасителя. А теперь представьте, многие-многие сотни лет до этого, тысячи лет, люди ждали избавления, они ждали спасения. И вот они думают, а может быть этот спаситель, а может быть вот этот спаситель, а может быть этот. И представьте, до сих пор девочки, которые в Израиле находятся, в правоверных семьях, девочки, молодые, они верят, что может быть она станет мамой и спасителем. Они до сих пор ожидают Мессию. До сих пор в Израиле иудейки ожидают Мессию. И вот девушки думают, что они именно станут роженицами Мессии. Настолько вообще вот эта красная такая линия прочерчена вообще через всю историю израильского народа. И тут является ангел, он говорит, ребята, все, вы дождались, я вас поздравляю. У вас великая радость всем людям, не только вам, Юрий, вообще всем людям будет. Вот такая великая радость. Второй тип радости, о котором бы я хотел сказать, это тип радости избавления. Тоже интересная такая радость, она немножечко другая, она чуть-чуть не такая, как радость связанная с предвкушением, да. Смотрите, были ли вы в такой ситуации, где долго не решался ваш вопрос, очень долго не решался ваш вопрос, и тут все, он решился. Либо, например, вы были в ситуации, где кто-то из ваших родных, близких, знакомых, на грани смерти, он чуть ли не должен сейчас умереть, и тут ему становится легче, он начинает выздоравливать, и он все, он выздоровел. Вот это вот грань, грань вот этого, такого, знаете, вот чувствуете на грани потери или на грани избавления, да, вот у тебя грань потери и избавления. Как, как, какие наполняет чувства вот вас? Вот вас. Экстрима. Да, это вот чувство тоже такое, вот, знаете, это такое чувство, я бы вот, как бы его выразил, чувство такого, фу, облегчения, вот это, о-о-о. Например, там человек находился за решеткой, да, и он, он ждет, чтобы он вышел. Вот я в последнее время езжу там на посещение в тюрьму, и вот я вижу молодых ребят там, которые ждут решения их вопросов. И тут представьте, вот это Петров, собираю вещи на выход, короче. И вот этот Петров, он такой, он уже такой, знаете, его, что полняет чувство радости, все, свобода. Да, в общем, вот где-то похоже вот это чувство радости вот в этом тексте. Матфея 28 глава, 5-10 стих. Рома, можешь прочитать, пожалуйста, или тебе надо открыть? Да. Ангел же обратил в речь, женщинам сказал, не бойтесь, не познаю, что вы ищете Иисуса распятого. Да, 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 все правильно. Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых, и представляет вас в Галилее. Там его увидели, вы увидите, вот сказал. И выйдя поспешно из гробницы, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам его. Когда же шли, они возвестили ученикам его, и вот Иисус встретил их и сказал, радуйтесь. И они, приступив, ухватили за ноги его, поклонились ему. Тогда говорит Иисус, «Пойдите, вознесите братьям моим, чтобы шли в Галилее, и там они увидят меня». Спасибо большое, Рома. Чувствуется, да? Накал такой. Представьте, ученики ходят с учителем 3 года. Я также вспоминала, вот то, что подмечено было, как он с простыми говорил пастухами, тоже в случае с Писанием, когда он говорил с Амарианом. Ну да, по сути, женщина, это же, у них такой статус, не особый, там же еще эмоциональность была. Да, друзья, смотрите, то есть на самом деле очень интересное, очень интересное, то есть Иисус, Он приносит эту радость. То есть в Нем, в самом Иисусе, то есть не Иисус – это радость, да? А сам Иисус, с Ним приходит радость. Как с посылкой из Ибэя, да, с Ним приходит радость. Главное, чтобы правильная посылка, и это... Ну и так. Так, немножко, конечно, смеюсь, но... Друзья, смотрите, третий текст, это я уже, скорее всего, сам прочитаю. Тоже такой тип радости, если это вечная радость в единстве с Богом. Вот мы вчера вышли на салюты посмотреть, множество людей вышли с шампанским, запускать фейерверки, им так радостно, так весело. А что они радуются-то? Ну, что у них пробуждает вот это чувство радости в этих людей? Новый год. Новый год, ожидания. Вот есть такое понятие, например, это чувство комьюнити, да, это община. Ну, сам человек, это Богом созданное существо, которое не может жить в одиночку. Ну, даже наркоману надо какой-то друг. То есть, он не может в одиночку, ему надо какая-то компания, да? Так вот, радость от компании, это тоже приносится, это тоже определенный вид радости, который, например, то есть, мы даже, праздники, нам грустно встречать в одиночку, нам надо компания, понимаете? Хотя бы 2-3 человека. И вот этот тип радости, который я написал, вечная радость в единстве с Богом. Когда собирается комьюнити, компания спасенных людей. И вот смотрите, первый текст, который об этом говорит, Исаия 51 глава. «И возвратятся, избавленные Господом, и придут на Сион с пением, с пением, и радость вечная над головой их, они найдут радость и веселье, печаль и вздохи удалятся». То есть, Сион это, ну, так называемое движение в Израиле было, называется сианисты. Сианисты – это движение у иудеев, когда соберется Израиль, и вот они вместе будут с Богом спасены. Их так называют сианисты. И вот следующий текст, он звучит так, Откровение 21 глава. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенный для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Это скиния Бога с человеком». Но скиния – это шатер, это место поклонения, это скиния Бога с человеками. И они будут обитать с Ним, они будут Его народом, и сам Бог с Ним будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу сочинья. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Тут ничего не говорится о радости, да? Но о чем здесь говорится? Говорится о том, что то, что приносит печаль и горе, его уже не будет. Соответственно, что будет? Радость будет. То есть радость вечная в единстве с Богом. Поэтому, друзья, Иисус Христос, Он приносит, а, что Он приносит? Он принес, когда пришел этот год, ощущение предвкушения, исполнившееся предвкушение. Второе, Он приносит ощущение избавления. Хух, вот это вау, все, мы свободны, да? И третий момент, ребята, мы идем туда, где мы будем вместе, вот в компании хороших людей, спасенных, избавленных, мы будем вместе. У нас будет вечная радость с Богом. Разве не это не является для нас, ну, таким счастьем? Смотрите, друзья, вот в заключении я буквально хотел еще два вопроса таких. Почему есть о том, что Иисус принес радость в мир, особо актуальность сейчас для нас в 23-м году? Хороший вопрос. Второй вопрос. Кому из ваших друзей и близких особенно важно услышать о радости в Иисусе Христе? Помните, что ангелы сказали людям? Что он нам сказал, ангел? Идите, расскажите. Есть такой момент, что вера – это мое личное, это вот тут вот глубоко в душе, это мое интим. Но это касается до тех моментов, когда человек чем-то очень сильно увлечен или готов рассказать. Почему-то люди с нашей пост вот этой советской культуры, они не считают, что рассказать про айфон – это что-то интимное. Они что делают? Я купил айфон. Самый лучший, самый красивый. Две ребята? То есть, ну, когда мы говорим, например, про айфоны, про компьютеры, про технику, про невесту, мы всем это рассказываем, понимаете? И это не считается что-то интимным. А когда мы говорим про Иисуса, нет, это что-то мое личное, это такое вот вера в сердце. Слушайте, вот мы бы лучше так про машины рассказывали бы, интимное, что-то в сердце, и про айфоны, и что-то такое. Правильно? Ну, почему? Потому что настоящая ценность, она всегда будет у нас на устах. То, что нам ценно, то, что у нас, от чего мы радуемся, мы всегда готовы этим поделиться с соседом. Больше того, мы еще ему докажем, что это круто. Вот. Поэтому Ангела говорит, ребята, это радость, это реальная ценность, в этом мире. Идите и расскажите это всем. Не забывайте это, да? Поэтому, друзья, второй вопрос. Кому из ваших друзей и близких особенно важно услышать о радости в Иисусе Христе? Для меня это радость и ценность. Почему я это, молчу об этом? Почему я стесняюсь об этом говорить? Почему бы не рассказал бы другим? Поэтому, друзья, вот эти два вопроса. Анечка, ты хотела что-то предложить по этим, нет? Опять же, возьмите, Сабрина, ты можешь немножечко ближе пересесть сюда? Да. Так что, классно, что вы приехали, молодцы, лучше позже, чем никогда, поэтому очень рады, что вы здесь. Вот. Можете друг с другом поделиться? Вот. Буквально три минутки. нам уже надо туда примечаться и будем молиться, да? Поделитесь друг с другом, почему это важно, весть о радости в Иисусе. И кто, буквально, можете даже имя назвать. Назовите друг другу имя. Почему бы и нет? Или, скажите так, я знаю это имя, но у меня есть вот пару человек, ну, что помолитесь друг за друга, чтобы им можно было рассказать о радости в Иисусе. Угу.